Погодка у нас стоит вообще 26, 28, 30 градусов жары. У меня сейчас маршрут будет такой очень простой, банальный. Я сейчас выйду на набережную, поеду через весь город вдоль Невы, поверну налево, через 180 километров направо и через полчаса я в первом биваке Ладога Трофи. Мы подъезжаем к первому биваку в Алеховщине. Вот когда-то здесь, ну как когда-то, два года назад был лес, теперь его нет, смотрите, все вырублено. Справа пока оставили, там собственно говоря наш бивак, ну наверное где-то в полукилометре в глубине, а слева все вырубили. Но что очень удивительно, все почищено, смотрите, нету пней, не оставлено кадюшник, как это обычно бывает, нету пеньки, есть небольшие, но в целом без варварства обошлось, уже хорошо. Если вы смотрели мои репортажи с предыдущих Ладок, то наверняка помните, как она начиналась. Если ваше внедорожное лето начинается здесь, у стен Исаакиевского собора, в Санкт-Петербурге, значит вы на Ладога Трофи. Ну вот это вот не похоже на стен Исаакиевского собора, да? Мы находимся в первом биваке Ладога Трофи 21 года, отсюда же завтра утром будет старт торжественный, а потом участники поют на спецучасток. Ну вот решили организаторы сделать вот отсюда, вот гонка начинается отсюда, не с центра города, отчасти, в общем-то, это, наверное, оправданно. Я сегодня сюда ехал 4,5 часа, то есть полчаса по городу, 2 часа выезжал из города, 2 часа профигачил все остальное, поэтому может быть и оправданно, а завтра суббота. Ну, короче, не приехать я, естественно, не мог, еще и по той причине, что это моя 20-я юбилейная Лада, только, то есть 20 лет подряд, ну, в прошлом году не было Ладоги, так сказать, вот мое лето начиналось таким вот образом. Не берусь сказать, сколько всего было участников, ну, по моим прикидкам, наверное, не больше 80, но вот точно могу сказать, что лично мне хорошо знакомы, наверное, ну, 5-6 экипажей, вряд ли больше. Все остальные, это, наверное, уже такое следующее или новое поколение, ну, не то чтобы джиперов, да, а скорее любителей внедорожных приключений, путешествий, потому что на старт выходили, ну, такие откровенные полноприводные пузотерки. Ну, кого я точно хорошо знаю, так это дядю Толю, Анатолия Викторова, знаменитого турбо-деда, который снова вышел на старт, он снова в строю на своем уазике, и будьте уверены, что в лесу, если кому-то понадобится помощь, он обязательно остановится. Ну, а теперь главное. Дяде Толе 83 года. Дай Бог тебе, дядя Толе, здоровье и долголетие. Последняя машина стартовала, и это первая крутость в Ладоге-Профе закончилась. Мы вас очень ждем. За 20 лет я ни разу не ездил через стартовый створ, так хоть один раз проехаться. Не буду скрывать, я всегда завидовал участникам туристических зачетов, ну, по-хорошему, конечно, которых здесь подавляющее большинство. Если я когда-нибудь поеду на Ладогу участникам, то в какой-нибудь там гран-туризме, да. Но снимать этот зачет, друзья, уж простите, скукотень полная. Поэтому мы едем на трассу к спортсменам, к хорошо знакомой переправе, и, видимо, там проведем весь день. Погода, ну, для кого-то хорошая, для кого-то не очень жарко на самом деле, яркое солнце светит. Мы приехали на первую точку, где может быть интересно. Вернее, так мы думаем, что здесь будет интересно, потому что несколько лет назад здесь створилось очень такое эпическое зрелище просто. Вот там, где Влад стоит, там переправа. Я вот всегда вспоминаю фразу, которую сказал мне в интервью, по-моему, в 2002 году, как бы подытоживая это интервью, знаменитый Турбо Дед. Он сказал, что хочешь быть настоящим мужиком и джипером, поезжай на Ладогу. Ну, в принципе, в этом есть большая доля правды, потому что ну, здесь, в общем-то, люди открываются по-настоящему. И кто есть кто, можно легко понять по поступкам. Так, где тут была переправа? Кто-то тебе поможет, а кто-то проедет мимо. Типа, извини, тороплюсь. В этом смысле Ладогу очень воспитывает, дисциплинирует. Ну, и открывает очень интересные качества у людей. Типа... Ну, это что, а то, что, а то, что. Ну, друзья,! Ой, все-таки! Она далеко не уедет. Играет музыка. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолж...